Это не костюм, это платье. Посмотрите, как эффектно смотрится. У нас оно получило очень большой отклик. Я всех поздравляю, кто уже заказал. Ну и, конечно же, эффект двойки, как будто на платье надет у нас жакет, производит неизгладимое впечатление. Тот цвет, который на нашей Олечке, называется бирюза. Ну и второй вариант у нас для вас есть в белом цвете. Посмотрите, фон везде у нас темно-синий, а различается платье у нас вот этим прекрасным принтом на так называемом жакете, который у нас поверх здесь как будто бы наброшен на платье футляр, либо соединен с юбкой-карандашом. Вот такой интересный, я бы даже сказала, гарнитур получается. Шикарный получается платье, элегантный узор. Посмотрите, как выглядит с белым сочетанием, как будто кружево. Да, вот смотрится очень эффектно, более контрастно, да, смотрится с белым на темно-синим фоне. И на что хочу обратить внимание, девчонки, если вы хотите найти элегантный наряд, вы его нашли в магазинах, днем с огнем не сыщешь такой вещи. Вопрос по ткани. Да. Что здесь у нас за ткань, насколько она комфортна, тянется, не тянется, как выбрать правильно покупку, чтобы не ошибиться вот так дистанционно. Ну, давайте начнем с материала, действительно. Посмотрите, здесь у нас, несмотря на то, что визуально это выглядит то ли имитацией кружева, то ли набивным жаккардом, здесь у нас вискозное полотно, комфортное, стречевое, достаточно плотное для того, чтобы платье действительно держало форму и вот эту свою не терялую имитацию жакетика и юбки, но при этом матовое, на чем всегда делаю акцент, для того, чтобы не добавлять нам лишнего объема. Это, соответственно, самый первый важный момент, кроме того, что здесь еще прекрасно в этом материале. Его можно стирать совершенно легко, 30-40 градусов и даже в стиральной машине. То есть это легкий простой уход, доступная цена, и посмотрите, как хорошо сидит это платье, которое выглядит как костюм, выглядит роскошно. У меня бирюзовый на темно-синим, и вы обратили внимание, что украшение, вот оно, у нашей модели Насти посерединке, а у меня сбоку. Знаете почему? Потому что это брошь. Это очень милый аксессуар, элемент, который вы можете не только носить на этом платье, вы можете отстегнуть и пристегнуть к абсолютно любой своей блузе, жакету, можно к платку, куда угодно. Вот сейчас вот прям покажу, видите, застежка, все как надо, очень приятный аксессуар. Давайте посмотрим, похоже очень на жемчужное украшение, здесь обрамление еще и стразами. Правда приятно приобрести не только платье, которое выглядит как жакет плюс платье, но еще и украшение. От 48 до 58 есть размеры костюма. Да нет, это платье, да, вот выглядит костюмом, и даже я поддаюсь искушению назвать костюмом. Ну и давайте посмотрим на наших прекрасных девушек вот с какой еще позиции. С позиции типов фигуры и, конечно же, роста. Посмотрите, у Настеньки у нас более верхний тип фигуры, соответственно, стройные бедра и ножки, этот костюм. У Олечки у нас фигура песочные часы, ярко выражены бедра и грудь, и на ней тоже отличная посадка. Ну и длина, да, у Настя она получилась чуть выше коленочки, и это элегантная королевская так называемая длина, которая подойдет вам, если вы высокого роста. Ну а у Оли такая длина миди получилась. А теперь у меня отдельная информация для барышень с типом фигуры яблочко, для тех, кто хочет скрыть животик. Посмотрите, у нас в жакете как будто чуть-чуть распахнут, соответственно, получаем ту самую вертикаль в зоне животика, визуально его скрывая и формируя талию. И имитация карманов, вот эти плашечки темные, они у нас находятся, посмотрите, выше широкой линии бедра, подчеркивая и формируя таким образом талию. Поэтому, если вы искали платье, которое создаст вам фигуру песочные часы, именно этот вариант справится с такой задачей. Слушай, и ножки-то длиннее смотрятся в платье, элегантный узор. И это точеная фигурка ваша, размеры есть до 58-го. Кстати, как нам лучше взять по размеру? Олечка, смотри, здесь на самом деле можно брать размер в размер, если верхний тип фигуры, то есть грудь больше, чем бедра, либо равномерное распределение, то есть тип фигуры песочные часы. Если же бедра достаточно пышные, тогда все-таки рекомендую взять на размер побольше. Отлично! И помните, если у вас невысокий рост, девчонки, ура! Платье элегантный узор имеет длину 102, 102 плюс-минус сантиметра. Это именно то, что нужно. Если рост 175, как у Насти, будет чуть выше колена, если вы меньше ростом, будет закрывать коленочку, и это прекрасно. А почему у нас, ну вот я знаю, у Насти плечики прямые, но они прям точеные. Вот сейчас насколько все элегантно выглядит? Есть у нас маленький секрет. А здесь, посмотрите, это подплечник. Причем подплечник у нас небольшой, то есть он достаточно для того, чтобы выровнять плечико, но не увеличить при этом нам плечо. Это, кстати, принципиально важный момент. Вот посмотрите, как у нас формируется плечико для барышень с покатыми плечами. Как правило, это тип фигуры песочной часы или тип фигуры груша. Посмотрите, когда у нас плечики покаты, бедра визуально выглядят более пышными. Как только мы выравниваем плечо с помощью подплечника, визуально мы гармонизируем фигуру, и таким образом бедра и вся фигура в целом выглядят стройнее. Я не знала. Вот это здорово! Платье элегантный узор, плечи подставлены, подплечники поставлены. Лера, ну они же там у нас как пришиты. Можно, если у кого прямые свои плечи, и им не нужны подплечники, мы же можем их оттуда убрать? Ну, конечно, можем. Совершенно легко. Там у нас спущена строчка, которую мы можем убрать оттуда и, соответственно, подстроить платье под себя. Но на самом деле, вот чем мне особенно нравится это платье, тем, что все-таки это вариант универсальный. Это и дневной вариант, например, для работы, это и вечерний образ. Мы просто добавляем аксессуаров, либо используем тот, который у нас уже есть. Прислушайтесь к советам эксперта, и тогда ваш шопинг дистанционный будет всегда удачным. Продолжение следует...